Недалеко от Запорожья в Разумовском лесу волонтёры и инструкторы общества Красного Креста обустроили палаточный лагерь. Андрей – один из 16 участников двухдневного тренинга. Полезно не только для себя, но иногда может пригодиться на улице помочь человеку спасти жизнь. Это, по большому счёту, я считаю, даже необходимо, особенно в наше сейчас время, которое творится. Тут, на открытом воздухе, участники тренинга будут изучать, как оказывать доврачебную помощь в различных ситуациях. Это те состояния, с которыми может столкнуться каждый. Это сердечно-лечная реанимация, инсульты, инфаркты, кровотечения, как правильно оказывать помощь, как вызывать скорую помощь. Обычно подобные курсы проводят в помещениях. За 12 часов опытные инструкторы учат всему необходимому, чтобы в сложной ситуации не растеряться и спасти человеческую жизнь. Но Иван решил, в условиях палаточного лагеря практические навыки будут усваиваться лучше. Здесь больше есть манёвра, чтобы развернуться. Больше есть возможности попрактиковаться, а также провести тренинги с имитационными материалами в полевых условиях. Это то есть с пострадавшими, с применением пиротехники, с применением дымов, с применением взрывпакетами. Андрей, который раньше посещал обычные тренинги по оказанию первой доврачебной помощи, на своём опыте убедился. В режиме нон-стоп на природе можно больше узнать и запомнить. То, что сам изучаешь в интернете, например, смотришь, читаешь и всё остальное, оно не всегда даёт ту достаточную информацию, которую ты можешь получить на таких тренингах. По статистике 2014 года в Украине только один человек из 10 тысяч умеет оказывать первую доврачебную помощь. К сожалению, у нас очень мало людей обладают знаниями. Многие знают, что они думают, что они умеют оказывать первую помощь, но, к сожалению, не так. Когда происходит чрезвычайная ситуация, что угодно может случиться, мы знаем, к сожалению, люди умирают. По итогу двухдневного тренинга все участники получили сертификаты, которые признаются на международном уровне. Только с подобным документом человек имеет право оказывать первую доврачебную помощь.